Привет, Екатеринбург! С вами Лена Третькова. Немножко о себе расскажу. Человек творческий. Восемь лет я участница группы Ронетки. Уже почти два года я занимаюсь своим сольным проектом. В группе сейчас не играю. И безумно этому счастлива, потому что, когда я решила уйти в самостоятельное плавание, период был, конечно, немножко сложным, потому что я оказалась, можно сказать, в поле одна. Были только одни горизонты, знаете. И это здорово. Меня это направило на нужный путь вообще. Я начала писать песни. Сейчас я выступаю сольно. Возможно, знаю, что можно я, а что нельзя. Совсем недавно у меня был акустический концерт в Москве. Вообще у меня две есть программы. Это акустическая программа, где я пою только под гитару. Полпрограммы я пою, полпрограммы я общаюсь со своим зрителем, потому что для меня это важно, чтобы всегда был диалог со зрителем. Я говорю очень важные вещи, которые поняла за последнее время. Моя жизнь очень изменилась за последние полгода, наверное, год. Потому что я пришла к йоге, я изменила свою жизнь, изменила свое сознание. И я это несу своему зрителю. Ты не веришь в боль, позабыла душ ты. И зачем ты живешь, умирая, суки? Ты не веришь в боль, позабыла... Есть вторая программа, это драйвовая программа с мальчиками. Это полный драйв, это песни о бронжировках, это клевые музыканты, музыка, живое выступление и так далее. Каждый из нас проводник Бога, на самом деле. И каждый человек максимально в жизнь должен нести что-то доброе, хорошее, должен нести что-то важное для людей. И для меня сольный проект – это как раз-таки та возможность влиять и говорить что-то важное большому количеству людей. И то, что я понимаю в жизни, то, что меняет мою жизнь в лучшую сторону, тем я и делюсь со своим зрителем. И для меня самое такое ценное, когда люди после концерта пишут не о том, что «А, какая ты классная, так здорово!», а пишут какие-то такие вещи, что «Спасибо тебе, спасибо, Лена, из-за тебя у меня изменилась жизнь, ты мне помогла» и так далее. Это важно. Хочется, чтобы вы к жизни относились немножко попроще, в том плане, что если человек от вас ушел, жизнь не заканчивается. Старое очень сильно тянет и не дает места новому. Поэтому избавляйтесь от того, что уходит, не держите это в себе, тогда причиняется что-то новое. Я человек творческий, разносторонний, и мне интересно, помимо музыки, помимо того, что я играю, пою, сочиняю, мне интересна видеосъемка, мне интересно сниматься. И опыт в моей жизни был такой, что это был сериал, да, на СТС, в котором мы снимались два года. И мне очень понравилось. Мне понравился процесс съемочный, мне понравилось исполнять что-то, мне понравились какие-то сложные сцены, в которых тебе нужно сыграть. Тебе нужно сыграть какую-то настоящую любовь, да, к человеку, который тебе, в принципе, какой-то вот, ну, знакомый, которого ты знаешь, там, пару часов, пару дней и так далее. И после этого мне интересны разные проекты, видеопроекты, видеоблоги. И у меня изначально был такой проект, как «Мобильные секунды». Это я снимала на мобильный телефон все то, что происходило у меня. Ну, что-то интересное, да, то есть я там ехала куда-то на съемки или находилась там на каких-то передачах и так далее. И я прям ставила камеру, снимала, всем привет, я нахожусь там-то, там-то и сразу онлайн выкладывала в интернет. В общем, сейчас будет, на самом деле, очень интересная и сложная процедура. Мне будут заливать ухо, делать, не делать, а брать слепок, или как-то правильно. Брать слепок. Говорить-то можно? Нет, не желаю. Потом мне формат, ну, как-то что-то надоел, потому что люди творческие, они как бы странные немножко. Мне надоел формат, и я решила переделать, и мне пришла идея клевая, которая до сих пор есть. Мы выкладываем этот, у нас есть такой видеоблог, это называется Inside Out. Вы знаете, мне иногда кажется, что, несмотря на мои 24 года, Лена Третьякова всегда останется ребенком, который любит поиграть. Готовы? Да. Будем. Ира первая шагает. Правая нога красной. Идея пришла очень смешно. Я как-то ехала за рулем по МКАДу, и что-то думала. И, в общем, я еду, еду и думаю, а вот если бы я вот так вот рассказывала как-нибудь на камеру о том, что, представляете, вот я еду по МКАДу, и потом камера переключается моими глазами, и видно мои руки, как бы руль, все как бы, я начинаю показывать своими глазами. И потом как-то мы с девчонками придумали как раз-таки видеоблог, то есть это те ситуации, которые я рассказываю, которые происходили реально в моей жизни. И просто их в реале показываю, как это было. Ну что ж, привет! Я давно хотела запустить свой видеопроект в таком формате. И вот, наконец, мы начинаем. Поехали! И однажды мне нужно было ехать на очень важную съемку, и я специально встала пораньше, чтобы заранее поехать из дома. Блин, может, с этого ключа попробовать, а? Слушай, у меня тут проблемы. Алло! Пап, привет! И в последнее время вот инсайд-аутом я тоже даю какую-то важную информацию людям, потому что через это можно действительно что-то дать важное. Показать людям то, что каждый человек в жизни, например, это учитель, да, что каждый человек нам что-то дает. Что какие-то ситуации, которые мы действительно не замечаем, а это, к сожалению, так, что в нашей, как бы, действительно спешке, в нашей суете в жизни мы, ну, не ценим то, что происходит сейчас, то, что у нас есть сейчас. И мы постоянно куда-то бежим. А вот цель, да, вот каждого человека цель, вот что, да, ты идешь к какому-то событию, да, ты идешь, 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 идешь вот так прямолинейно к этому событию, не замечая ничего вокруг вообще. Потом щелк! Вот оно, событие, оно уже прошло. А дальше что? Цели это здорово. Нужно к чему-то стремиться в жизни, но нужно замечать все то, что есть вокруг. А мы не замечаем. Эй! Эй! Ну, чего здесь одна? Кто тебя бросил? Эй! Ну, конечно, я его взяла. Ведь если бы тогда я попала на съемку, я бы неизвестно, забрал бы кто-нибудь его или нет. Он мог замерзнуть. Еще и собаки, да и людей у нас не очень хороших хватает. Я стараюсь в последнее время действительно оценить то, что вот есть. Действительно, мы можем не заметить всю жизнь. Так вот пройдет вся жизнь, а мы будем постоянно к чему-то идти. А хуже, если мы поставим перед собой цель, в которой в итоге не придем по какой-то причине. А это еще хуже. Друзья, с вами была Лена Тричкова. Была рада с вами увидеться. И я хочу поздравить Екатеринбург, а также и всех-всех-всех остальных с наступающим Новым Годом. Хочу пожелать вам всего только самого доброго и светлого. Только-только этого. И загадывайте желания на Новый Год, потому что лично у меня желания сбываются, если их искренне загадать и искренне этого хотеть. Поэтому загадывайте, и оно обязательно у вас будет. Всего хорошего. Пока. Недавно был концерт. По-моему. Подождите, я не помню. Это монтаж будет или нет? И как бы что? И как бы вот. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...